Такие погоны – мечта любого десантника, как они сами говорят, погоны цвета голубого неба. Их носили герои Советского Союза и Российской Федерации. Теперь, видимо, все закончится. В прошлую пятницу приказом их отменили. В ночь на 24 апреля подножие памятника Василию Маргелову было усеяно погонами курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Причина – приказ об отмене этих самых голубых погон. С нашим телекомпанией связался курсант училища Владимир, его имя изменено. Он сказал, что это был внутренний приказ. Его объявили на построении в пятницу вечером, 19 апреля. Сказали, что за выходные голубые погоны нужно срезать и на построение в понедельник выйти уже с фальшпогонами. По словам курсанта, это была не акция протеста и не проявление недовольства коллективом курсантов. Будущие десантники просто выразили свое мнение по поводу отмены голубых погон. Сами они говорят, что это будет первый переход после общевойсковой подготовки, который нельзя будет назвать, цитируя курсанта, переходом за голубыми погонами. На погонах, которые возложили к памятнику Маргелова, писали его же цитаты. Как рассказали курсанты, сделано это было для того, чтобы напомнить, благодаря кому эти погоны и появились. Они добавили, что кроме Василия Маргелова никто эти погоны не вправе снять с них. Общественность разделилась на два лагеря. Одни говорят, что поступок этот глупый, а другие курсантов поддерживают. К этому лагерю присоединились такие известные личности, как Сергей Бадюк и Вячеслав Корнеев, он же леший. Одно ясно, акция курсантов уже вызвала большой общественный резонанс. Ситуация внутри училища пока никак не развивается. Да и прошло-то всего ничего. Один день. Конкретно до моего подразделения это не дошло таких вещей. Пока об этом не обращается. Известно только то, что на это уже начали реагировать наши старши начальники и управление училищем. В какую сторону это будет направлено пока неизвестно и останется, известно, на днях. Тогда уже примет решение. Владимир сообщил, что общественный резонанс уже дал свои плоды. По его словам, 24 апреля все командиры батальонов и командиры рот должны написать объяснительные, почему курсанты сами срезали с себя погоны. То есть теперь эта акция считается инициативой самих курсантов. Полный текст интервью с Владимиром можно увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.